И таким макаром мы сделали автокрафт предметов на лепестковом аптекаре из Ботании, на нашем новом бассейне Мани. Опа, просто берем и создаем пламя края, а точнее заказываем, поскольку мы сделали автокрафт. Хей, ёлчелы, с вами Иванчел, и добро пожаловать на 36-ю серию нашего выживания Майнкрафт с модами с измененными крафтами. И как вы успели заметить, что я иду по магической локации на своей базе, и это может означать только одно, мы наконец-то будем заниматься магическими модами. А если точнее, в этой серии мы построим нереально крутые схемы выработки маны из Ботании. Но сначала давайте-ка я напомню, чем мы занимались в прошлой серии. Мы сделали карьер из билдкрафта и начали конвертировать его энергию в РФ, которая именно из билдкрафта, потому что, как мы помним, что без мода, который мы добавили в прошлой серии под названием Energy Converters, мы не могли запустить карьер на основной энергии, которая у нас добывается, а именно с ветряков. Нам нужно было присоединять только энергетические трубы из самого этого мода билдкрафта. И поэтому мы решили добавить мод на конвертацию энергии, и у нас карьер работает теперь нереально быстро. Он уже закончил свою работу, буквально за минут пять он вырыл всю эту область, и теперь мы будем расширять ее и добывать с помощью этого ресурсы. И также мы успели сделать бур из иммерсива, который выглядит очень эпично, 3D модельки, но копать мы им не будем, поскольку у нас есть топовые молоты из тинкера. Давайте-ка я сначала напомню вам, зачем нам вообще нужно много маны из ботании. Сейчас она требуется для создания простого корпуса механизма. У нас в этом измененном рецепте присутствует Enchanted Angot из Extra Utilities, который создается на энчантере, у которого, в твою очередь, тоже изменен крафт. Я сюда добавил третий глаз из ботании, здесь нам нужна руна земли, и как только я увидел все это, я понял, что нетушки, давайте уже сделаем, наконец-то, нормальные фермы маны. А то мы так и будем продолжать приходить к нашим этим пламенем края, запихивать сюда понемножечку угля, у нас выработается совсем крошечное количество маны, мы создадим каких-то несколько предметов на бассейне маны, и потом это будет опять повторяться и повторяться. В общем, ноль автоматизации, очень мало маны, мне это уже надоело, и поэтому в этой серии мы будем заниматься этим вопросом. Конечно же, вы в комментариях порекомендовали уже некоторые фермы маны, которые мне нужно сделать, и будут они вырабатывать большое количество той же самой маны. И первое, которое я бы хотел реализовать, это ферма на пламях края. Также большинство рекомендовало сделать на гурморелисах, но я не могу их пока что сделать, поскольку здесь используются руны огня в крафте, а их нужно создавать на руническом алтаре, для которого нужна мана, и поэтому я решил сначала сделать на пламях края. Но прежде чем мы начнем делать большое количество этих пламя края, я решил сделать автокрафт рецептов на лепестковом аптекаре. И прежде чем начать, нам нужно сначала автоматизировать процесс постановки воды в лепестковой аптекаре. Насколько я помню, раньше это можно было сделать с помощью ноды из Extra Utilities, но сейчас эта схема не работает, но я придумал второй вариант, как это можно сделать. И для этого нам понадобится несколько механизмов. Первое это Mechanical User, разливочная машина, давайте ее поставим, я уже провел сюда провода, она должна была, да, заработать. Теперь нам нужно к ней каким-нибудь образом присоединить, чтобы вода поступала, и я это сделаю от этого коллектора, который у меня тут стоит на бесконечном источнике. Все, я присоединил, вода сюда поступает, и зачем же нам это нужно? Давайте-ка я здесь закрою. Разливочная машина служит для того, чтобы, допустим, мы сюда положили ведро в нижний слот, происходит процесс, и по его завершению мы получаем ведро с водой. То есть, получается, он внутреннюю жидкость, которая в этой машине находится, наполняет ведро. Что дальше нам требуется? Нам нужно подлепестковый аптекарь, или вообще с любой стороны поставить Mechanical User. Как мы понимаем, для чего нужен этот механизм? Так, сначала я его поставлю, и походу, да, не той стороной. Этот механизм работает таким образом, что мы можем положить в него какой-нибудь предмет, и он зачем-то его вылил сверху, нифига себе, ёпрс, это какой-то, что ли, баг произошел? Он должен был не вылить его не сверху, эту воду, а он должен был заполнить лепестковый аптекарь ею. И чтобы у нас не происходило таких ошибок, нужно выбрать режим Activate Block with Item. И давайте я еще раз попробую положить сюда ведро воды, и да, видите, лепестковый аптекарь наполнился, но почему-то он бесконечно то забирает его, то наполняет. И как же это исправить? Нам нужно сделать так, чтобы пустое ведро воды сразу извлекалось из этого механизма. Для этого мы ставим внизу трубу, присоединяю сюда сервомеханизм, заберу обычное ведро воды, опля, и нужно в белом списке выбрать обычное пустое ведро. И я еще раз пробую сюда его запихнуть. А, нет, сейчас оно никуда не пойдет, поскольку у нас нету конечного инвентаря, к которому эти трубы идут. Нужно его присоединить к разливочной машине. Я присоединил, и самое главное, что нужно было сделать, это еще выбрать режим редстоуна «Игнорировать». И теперь смотрите-ка, что происходит. У нас, давайте еще раз положим сюда какое-нибудь ведро. Оно вылилось в лепестковый аптекарь, и сразу же моментально забралось в разливочную машину обратно. Здесь оно, как только сюда придет, заполнится снова водой. И нужно сделать так, чтобы из разливочной машины уже ведро с водой поступало в Mechanical User. Я не знаю, как сделать это по той же линии труб, поэтому придется ввести вторую. Вот таким макаром я это все сделал. Теперь здесь в белом списке выбираем ведро воды. И ну-ка, я попробую сюда еще наполнить какое-нибудь ведро. Еще раз проверяем. Я запихиваю в разливочную машину ведро. Оно превращается в ведро воды, забирается, поступает в Mechanical User. А надо было аптекарь... Ну-ка, поставить пустой. Ну-ка, пустой аптекарь. Сейчас оно поступит. Опа! Она выливается и идет обратно в разливочную машину. Выходит так, что у нас задействовано всего одно ведро. И вот оно снова сюда поступило, и опять наполняется. В общем, бесконечно это будет происходить, но все-таки медленно. Нужно это каким-то образом ускорить. Быстрее трубы поставить, потом сервомеханизмы. В общем, этим я потом займусь. Самое главное, мы автоматизировали лепестковый аптекарь. И сейчас самое интересное, мы попробуем сделать автокрафт какой-нибудь на этом лепестковом аптекаре. Я уже поставил сюда механизмы. Вы их должны узнавать, если смотрели прошлые серии. Здесь у нас стоит автоматический точный выбрасыватель. Над ним интерфейс. Как только предметы будут из интерфейса попадать в автоматический точный выбрасыватель, он будет сразу моментально их выбрасывать точно в лепестковый аптекарь. Допустим, я положу сюда одну трубу. И смотрите, она опа, и падает прям точно вот сюда. Точно не мимо будет попадать. Здесь я поставил второй mechanical user. Также к нему присоединил шину экспорта, где выбрал семена пшеницы. То есть сюда будет постоянно поступать семена пшеницы, которые он будет также активировать вот в таком режиме по аптекарю. И это уже будет происходить после того, как выпали сюда все нужные ресурсы. Закодированный шаблон выглядит таким макаром. Мы его запихиваем в этот ME интерфейс. Также в этот механизм уже у нас начали поступать семена пшеницы. Отличненько. Рядом с выбрасывателем я ставлю диапазонный собиратель. К нему присоединяю трансфер ноду на предметы. Также трубу. И в диапазонном собирателе в белом списке мы выбираем предметы, которые мы хотим, чтобы он собирал. А нода будет их из него забирать, поставлять в ME интерфейс и во всю нашу ME систему. В принципе схема готова. Давайте-ка теперь попробуем заказать пламя края. Заказываем одну штуку. Ресурсы все есть. И теперь надо быстренько туда прибежать и посмотреть, как он создается. Ну-ка, 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 я успеваю. Да, смотрите-ка, все ресурсы сюда выложились, но он почему-то не хочет семеном его активировать. Может быть я не тот режим выбрал. А, ребятки, точно, нужно же выбросить семя, а не использовать его механикал-юзером. Значит, это все закрываем. О, одно семя уже попало, и у нас создалось пламя края. Вот мы видим, оно у нас появилось в ME системе. Единственное, что нужно изменить в закодированном шаблоне, это добавить сюда семя пшеницы. К сожалению, у меня закончились коричневые лепестки, но я сделал автокрафт чистой маргаритки. Заказываем ее и смотрим, как это все происходит. Опля, чистая маргаритка у нас, по идее, должна была создаться. Ну-ка, смотрим. Да, действительно, автокрафт работает. Итак, начнем создавать, наконец-то, эту всю схему. Мы уже ее, в принципе, делали. Как она будет выглядеть? Сначала мы ставим вот такие вот колонки. Я решил их делать из желтого бетона. Потом мы между ними ставим выбрасыватели, которые направляем вниз. И в каждой колонке вот таким образом мы их заполняем. Потом снизу под выбрасыватели мы ставим блоки обычной травы или земли. На них мы уже сажаем эти пламя края. Эту всю схему мы будем распределять на несколько рядов. И также удлинять ее хоть до бесконечного количества блоков. Теперь на этих выбрасывателях нам нужно редстоун везде расставить. И к этому редстоуну мы присоединяем песочные часы из самой ботании. И я вот не знаю, сколько нужно будет сейчас запихнуть сюда песка. Пока что 10 красного мы кладем в эти песочные часы. И получается так, что через определенное количество времени, смотря сколько мы сюда запихнули песка, эти часы извергают сигнал редстоуна. И выбрасыватели активируются. А в них у нас уже будет лежать не уголь, нет, не деревянный, не обычный, не коксовый. Там будут лежать коробки с утиль сырьем. Вы подсказали мне в комментариях то, что можно использовать коробки с утиль сырьем. Или обычное утиль сырье. Я не помню, сейчас будем проверять. И пламя края его будет пожирать и вырабатывать энергию. Точнее ману. Сейчас мы это будем проверять. Так как мы знаем, что в создании утиль сырья нам требуется такой механизм под названием утилизатор, ставим его, потом присоединяем к нему энергию. Можем запихнуть в него ускорители, чтобы он работал быстрее. И самое главное, нам нужны предметы, которые он будет утилизировать. Мы можем использовать абсолютно любые, любые хоть алмазы, но будем использовать булыжник. И понадобится нам создавать этот булыжник в очень большом количестве. И самый лучший вариант на данный момент, который я знаю, это вулканический пресс. Из термал экспенсиона мы его ставим. Здесь выбираем, какой мы хотим, чтобы создавался блок. Это будет булыжник. Потом нам нужно сюда, во-первых, присоединить энергию. Все, флаксовые трубы присоединены. И теперь нам нужно сюда запихнуть, во-первых, одно ведро с лавой, которое у меня, да, у меня есть резервуар. Мы сюда можем просто влить его. Ну-ка, одно влилось. А, даже больше. Но нам вроде бы нужно только одно, то есть 1000 милибакетов. И теперь нам нужно сюда присоединить бесконечный источник воды. Он у нас как раз здесь, кстати, рядом имеется. Мы трубы сюда можем довести снизу. Вода появилась. И смотрите, что начало происходить. Из-за того, что у нас здесь, во-первых, одно ведро лавы, то оно вообще больше не тратится. И поскольку у нас сюда поступает бесконечное количество воды, кстати, может быть даже и не бесконечное, нужно давайте отсоединим и посмотрим, что оно тратится. Нет, смотрите-ка, даже вода не тратится. Ну ладно, раз уж я присоединил, то пусть будет. И у нас создается в бесконечном количестве булыжник. Но очень медленно, как ты успел заметить, а поможет нам в увеличении количества выходимого булыжника расширение под названием перикластические инъекции. Сначала мы накладываем на вулканический пресс набор улучшений самого первого уровня и сюда запихиваем это расширение. Ну-ка, давайте посмотрим, как теперь... А, нет, стоп. Оно должно было увеличиться до создания вроде бы 8 штук булыжника. Раньше, по крайней мере, так было, но почему-то не хочет. Ага, смотрите, что написано на этом расширении. Вода для работы больше не потребляется. То есть, получается, он потреблял бы воду для создания булыжника, но с этим расширением не будет этого делать. Но все равно мы не этого добивались, нам нужно, чтобы увеличивался выход. Да, все-таки я так и не разобрался. Я нашел еще одно улучшение, которое можно запихнуть в вулканический пресс. Называется осколочное саждение, но оно позволяет нам просто создавать другие виды блоков. Например, красный песок, здесь песчаник, красный песчаник, известняк и так далее. Но вот расширение, которое было на 1.7.10, которое позволяло увеличивать выход этого булыжника аж до 32 штук за одну операцию, его здесь нету, похоже, его удалили и больше мы не сможем воспользоваться такой фичей. Но, тем не менее, мы можем поставить шину экспорта, выбрать там булыжник, он будет поступать в утилизатор и утилизироваться. Пока что сделаем так, а производство булыжника я уже знаю, как мы будем делать. Мы будем создавать его из эссенций, которые будем выращивать на саде Кваше. И таким макаром у нас будет создаваться даже еще больше булыжника, чем на вулканических прессах. Теперь нам осталось присоединить трубы к утилизатору и поставить сервомеханизм, чтобы все готовое утильсырье попадало в выбрасыватели. Все, трубы я присоединил, ставим на него сервомеханизм, выделяем игнорировать и утильсырье все отсюда извлекается, должно будет поступать сейчас в выбрасыватели. И последнее, о чем я говорил, то что я не знаю, сколько нужно выставлять времени в этих песочных часах. То есть нужно будет сейчас проверить, сколько тиков нужно, чтобы полностью пламя края сожрало это утильсырье и его переработало в ману. Но прежде этого нужно здесь поставить, во-первых, распределители и бассейн маны, а то у нас здесь этого не стоит. Поставим мана бассейн, например, где-то здесь. А распределители маны, я думаю, будут хорошо смотреться вот в таких вот местах. Теперь привязываем все эти пламя края к нашим распределителям. И мана уже начала вырабатываться, правда, у нас утильсырье поступило только в первый выбрасыватель, потому что оно поступает в самый ближайший, как только он наполнится, будет в следующий, следующий и так далее. И как мы видим, да, еще раз сработали красные часы, утильсырье выпало и пламя края его сожрало. Но мы же хотели использовать коробки с утильсырьем. Ну, правда, я сейчас не знаю, какая разница использовать коробки или простое утильсырье. Если, по сути, коробки горят 3150 тиков, а простое утильсырье 350. И если умножить на 9, то как раз-таки и получаются эти 3150 тиков. То есть можно использовать и, в принципе, утильсырье, коробки нам не нужны. И когда я начал проверять время их сгорания, я понял, что с помощью этого мы сможем определить, насколько нам нужно ставить эти песочные часы. Если мы сейчас напишем в GE уголь, любой простой или древесный, и здесь написано, что время горения 1600 тиков. А утильсырье у нас сгорает за 350 тик. Это получается где-то практически в 4,5 раза меньше. И нам нужно отсюда вытащить такое количество красного песка. Я его все отсюда забираю. И если 10 разделить на 4,5, то получится где-то 2,2 песка. Ну, я, допустим, запихну 2 и посмотрим, будет ли успевать сгорать утильсырье. Ну-ка, смотрим. Видим, песок практически опустился. И сработало. Ну-ка, где утильсырье? Да, оно сразу сгорело. Отлично. Все у нас работает. И сколько здесь уже маны наполнилось? Пока что немного, поскольку работает всего одно пламя края. Эту всю схему мы теперь можем расширять бесконечно. Утильсырье у нас тоже будет создаваться в очень огромном количестве. И все, да, оно успевает выработаться. И давайте-ка попробуем все его, это утильсырье, перенаправить во все выбрасыватели, которые мы здесь поставим. И будем наблюдать, сколько у нас успеет вырабатываться. И самое главное, надо в утилизатор... А, я уже запихнул сюда ускорители. Значит, надо либо больше ускорителей, либо больше утилизаторов. Или и то, и другое. Кстати говоря, если мы возьмем посох леса в руку и попробуем навести курсор на песочные часы, то увидим, сколько секунд занимает время одного цикла, в зависимости от того, сколько мы песка положили. То есть, вы можете ложить обычный песок или красный и проверять таким образом время их выработки. Новая проблема, с которой я столкнулся, это нехватка мистических лепестков. И я не могу сделать еще пламя края. Но это тоже очень легко решается. Для этого мы сейчас делаем семена мистического цветка. У нас уже есть достаточное количество эссенции для создания этих семян. Но здесь еще используется в крафте мистический цветочный кластер, который можно сделать из обычных цветков. Также мистических из ботании. Мы посмотрим, каких у нас больше всего. Можем один, два вот этих сделать. И, допустим, из голубого также два кластера создаем. Далее нам требуются еще вот эти семена. Я их могу заказать. Для создания инфузионного кристалла нам понадобился алмаз маны. И как раз мы его сейчас создадим на нашем новом бассейне мани. Опа! И мы это сделали. Сколько здесь уже накопилось? Ну, пока что очень мало. Но потому что, наверное, у нас стоит мало этих пламя края. Нужно их будет расширять, делать большую эту всю схему. И тогда попрет у нас мана и так далее. А следующую схему, которую мы будем делать маны, они будут на гурморилисах, которые используют в качестве топлива еду. Это уже будет поинтереснее, чем пламя края. Итак, эссенция готова. И мы можем сделать семена мистического цветка. Да, готово. Из них мы уже будем создавать абсолютно любые мистические цветки. А точнее, из эссенции, которую они будут вырабатывать. Чтобы их размножить, так сказать, мы просто их садим на обычную грядку и поливаем интермедиумной лейкой или любой лейкой, которая у вас имеется. И с каким-то процентным, после того, как мы их сломаем, у нас будет выпадать второе семя. Я нафармил две штуки. Теперь засовываем их в садик лаше. И у нас начинает вырабатываться эссенция мистического цветка. И из нее мы сейчас попробуем создать, ну-ка, коричневый лепесток. А точнее, мы делаем из эссенции сначала цветки. А шесть штук из трех штук у нас создается. Нифига себе! А эти коричневые цветки мы перерабатываем уже в лепестки. Тоже уже дофигища у нас создаются. Аж двенадцать штук из трех эссенций. Вы можете себе представить. И теперь таким образом мы просто берем и создаем пламя края. А точнее, заказываем, поскольку мы сделали автокрафт. Теперь просто-напросто я могу вообще без каких-либо проблем создать аж двадцать пламя края. А на этом я буду заканчивать эту серию. В комментариях, пожалуйста, подсказывайте еще, какие мне сделать крутые фермы маны, чтобы вырабатывалось огромное количество, и мы больше не беспокоились по этому поводу. Также огромная вам просьба поставить лайк и оставить абсолютно любой комментарий, потому что это очень помогает продвижению видео. А с вами был Ванчила. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.